Всем привет, с вами Андрей, и мы продолжаем проходить опус «Легенда звездной песни». В прошлой серии мы смогли оторваться от пиратов, приземлиться на условно-мирной станции, но все еще до конца вылечить нашего друга мы не смогли, поэтому отправились путешествовать дальше, и теперь прилетели к Клюминской пещере 819 за волшебным подорожником, который нас должен спасти. Ну что ж, высаживаемся. Что он там нас ждет, я не знаю, так что будет любопытно посмотреть. Пещера Люмина, астероид 819. Кай, Джун, вы слышите меня? Слышим хорошо и ясно. Я и Рэми будем на корабле. Сообщите нам, если вам понадобится помощь. Ну, Кай не в состоянии, он все еще, конечно, подлечен, но либо мы принесем ему подорожник, либо он будет, так сказать, привязан к инвалидному креслу, что было бы печально, он же ради нас подставился. Кай, ты должен... не должен был идти со мной. Он что, с нами пошел? Это моя работа, защищать вас от всякого урона, сэр. Кай, крашу в гуроб кладут, а ты прям... И как ты меня защищаешь в таком состоянии? Возвращайся на корабль. Эх, все в порядке. Я уже чувствую себя лучше. Характер у той докторши мерзкий, но она знает, что делает. Видишь, я даже могу нормально ходить. Ну да, это пока. А потом она сказала, что если не вылечить тебя, то нифига не сможешь. Ладненько. Ничего там, видимо, нет. Пойдем. Свою карнайо. Китая, критория. Как говорится, не напрягай себя. Он такой, не-не-не, я справлюсь. Это лира цезами? Нет, это пота-то лилакс. Где бы ветер ни дул, маленькие кусочки люминита улетают сквозь эти цветочки. С учетом, что этот цветочек используется как прощальный цветочек, на него довольно большой спрос. Ну, вот так Эда объяснила мне. То есть, его на похоронах используют печально. Эда сказала, что они растут в центре астероида. Похоже, это не будет так легко. Ну да, мы только приземлились. Он как будто уже сзади чихает. Ну-ка, все-таки я сбегаю назад. Вдруг он магическим образом переместился. Скорее нет. Ну ладно. Проверка... Проверка не пытка, как говорят, да? Так что... Здесь красивенько. В прошлой пещере у пиратов было такое техно. Трубы всякие. Полупустые. Корабли. Так, цветочки. Да-да-да, цветочки надо собирать. Никогда не знаешь, что с ним еще можно сделать. Ага. Это Люминская пещера открыта только для раннеров с академическим доступом. Ну, нам, так сказать, из-под полы такие. Нати, нати вам. Только ради того, что мы... Ради знакомств. А мы даже не состоим, где не должны. Так. Какую звездную песню использует? Давай используем эту. Так. Начинаем разделять. О, в принципе, она... Теперь по длине сделаем. Вроде же хорошо. Чё тебе не хватает? А, резонейт? Давай, резонируй. Ну, по-моему, резонируй. А, ты хорошо сработал. Видишь, я могу ворота и сам открывать. Да, хорошо справился, сэр. Кай, не мучай себя. Ляг, полежи. Мне просто больно смотреть. Ну, ладно, найдем подорожник. Сразу ватрем его тебе в спину. Не знаю, в поясницу. Что у тебя там болит? Так, заросшие ворота. Прямо радует. Не пересказать. Похоже, трубы этой песни были разрушены растениями. Нужно поискать обходную путь в святилище. Я говорю тебе, не беспокойся. Позволь мне со всем справиться. Никаю, пофиг он. Я тут. Я работал, я буду работать. Так, цветочек. Лилакс. Кстати. А, ну да. Мы это уже читали, поэтому... Поэтому, в принципе, не важно. Так, еще цветочек. Я прямо уже профессионально вижу их. Издали. Коры, волхи, дочь. Она полностью разрушена. Если она полностью разрушена, то фиг ли мы пройти не можем. Так, у тебя что, как это есть идея? Не похоже, ладно. Просто пойдем дальше. Так. Ну, тут еще одни ворота. Давай. Ну, раз эта песня сработала там, может она сработает здесь? Почему голос Эда не работает? Это не так. Это звездная песня пришла оттуда. Из тысячи километров отсюда. Любое отклонение в ее пении может, как говорится, сделать ее бесполезным. То есть, в каждой пещере нужна своя мелодия. Эйда не ките, муратай. Коку де Туриномоста, хога, хога, хога. Может быть, попросить Эду по помощи? Она могла бы записать еще одну звездную песню. Жекуленный танца, чёва, меку, надо фиоу, десу. Цей, деки, кудасай. Опытные раннеры не полагаются наивидим. Пошли со мной. Это заброшенные пещеры, так что не должно быть сложно найти. Что тут, черный проход? Пошли. Читая, декоративная лису. Стоит не очень высокая, но... Тут небольшой такой бассейн люминида, который просочился сквозь землю. Он, конечно, недостаточно чистый, но его должно быть достаточно для того, чтобы нормальную песенку спеть, чтобы открыть врата. Воткни туда свой посох и посмотрим, что получится. Какой получится образец. Ну, давай посмотрим. Надеюсь, ты за мной не полезешь по вот этой замечательной скале. Так, вот цветочек. Я знаю, что цветочек надо взять. Не, 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 куда-то. Здесь вниз. Так, тут ничего нет. Давай. Где там мой? Глубокая звездная песня. Вместо голоса Эды, звездная песня, которая пришла сквозь землю, она была глубокой и резонирующей. Пока вибрации жидкости путешествовала через мою руку, она чувствовалась древней и полная ужаса. Однако, качество звука было такое и таким себе. Видишь, тебе ведьма для этого не нужна. Попытайся спеть песенку с помощью этого образца. Ну, прям, оказывается, ведьмы-то не так уж и важны. А то все без ведьмы не обойдешься. А мы такие пришли и сделаем все. Так, глубокая звездная песня, давай. Качество похуже, но нам хватит. Почти, надо срезонировать. Так, распределяем. О, усики. Так, получится резонат она. Ну, получилось достаточно хорошо. Ты становишься лучше в этом, молодой мастер. Да, действительно. Кая, ты становишься лучше, если бы полежал просто, не двигался. Что это такое? Ну, явно утечка. Знаешь, как утечка газа? Я бы туда не совался. Я вспоминаю, когда я впервые начал тебя тренировать. Ты серьезно вырос. Такие вещи сейчас не могут. Как это сделать? Сейчас не время. Как мы пройдем мимо этого? Слушай, Джун, ты как будто бы вообще ничему не учился. Возможно, наверняка тебя учили. Это原因 отчаяния лисуэкан. Давайте расслабься. Расслабься. Здесь утечка в этой трубе. Просто завернись в вентиль. Давай. Наверное, Дип Старсунг. О, да, сработало. Хон-чан, 2-й-м, но... Неплохо для твоей второй пещеры. Ты слишком много переживаешь. Джун, я тоже переживаю за тебя. Ты что-то нашел? Это... Наверное, какой-то другой раннер оставил. Не переживай по этому поводу. Ну, Кай, что-то ты недоговариваешь. Возможно, мы здесь воевали. Любопытный медальончик. Даже если учитывать, что океанисты были известны за то, что они ходили там, где был люмен. И то, что они на многие поколения поселились в других солнечных системах. В этот момент я не понял, что этот медальон значит. Но, видимо, то, что раньше мы тут были. Наши родственники, предки, скажем так. Ну, ты за мной уже не сможешь лезть, так что... Как хочешь? Похоже, дальше я не пройду. Ты здесь. Ты возвращаешься на корабль. Так. Я не буду забираться на эту стену. Ну, я посижу тут. Что ты делаешь? Я отправляю тебя на корабль, и тогда вернусь. Не нужно. Я не могу. Я не могу. Я тебя дотащу, если ты не можешь идти. О, божечки. Дай мне передохнуть. Ты что, божь, все время там за мной беспокоиться. Но ты ранен. У вас все хорошо. Ваши сигналы не двигаются. Слушай, ведьма, ведь у каждого члена экипажа есть трекер жизнездоровья, да? Скажи ему, как мое жизнеобеспечение выглядит сейчас. Похоже, что ты восстановил 7,2% с тех пор, как ты покинул свой корабль. Ха-ха, то есть находиться в этих пещерах полезно для здоровья? Не слабенько. Ах, божественный люмен. Я даже не знал, что пещеру могут так хорошо лечить. Это все, что мне нужно знать. Спасибо. Чудан, да, да, да. Хватит шутить. Мако, я не могу сказать. Я не могу не повернуть. Вспомни то, что я всегда говорю, сэр. Думай, прежде чем действовать. Погнал, что ты не можешь. Думай, я не могу сказать. Шагай постепенно, и однажды ты станешь замечательным кланом. Мастером клана. И к чему ты ведешь? Кай, ты придурок. Дай мне посидеть, я тут лечусь. Что ты делаешь? Вака. Отео. Дай мне свою руку. Сейчас не время для этого. С честью клана Ли. Слышь, без этого, пожалуйста. С честью клана Ли. Ладно. Кай и Буран. Вака и Мэйун. С честью клана Ли. С честью клана Ли. С честью клана Ли. С честью клана Ли. Я, Кай Волон, отныне и впредь обещаю, клянусь защищать Джуна моей собственной жизнью. Я не отклонюсь от своего долга и вечно буду его щитом. Кай, эта вечность будет не очень долго, если ты помрешь. Возвращайся на корабль сейчас. Не взваливай на себя слишком уж много. Скажи мне, если тебе нужна будет помощь. Это ты на себя слишком много взваливаешь. Хотел бы я увидеть, как ты достигнешь святилища. Нормально все будет. Хорошо, я возвращаюсь назад. Молодарь, сегу не оконирай. Понял? Ляг, как только ты вернешься назад. Хорошо? Давай, Кай. Отдыхай. А я полезу. Находи тебе подорожник. Я без подорожника не уйду. Даже не думай. Это была честь. Тренировать тебя. Иди на корабль. Сейчас он еще помрет. Не надо нам таких приколов. Слушай, мужик. Живи давай. Так. Что тут у нас? Тут какой-то проход. А с этой стороны что? Тут тоже какой-то проход или что? Тут просто люмен? Воу-воу-воу. Нет, тут какая-то другая песня-то должна быть, наверное. Так, вот эту попробуем. Никакого ответа. А вот эта песенка? Тоже никакого ответа. То есть все-таки... А на это ответ какой-то есть. Давай так. Получится. О, в принципе, получилось. Водичка потекла. Комната переработки. Вода дует ветром, и ветер приносит рождение звездной песни. Люмен обычно стабилен. И не... Как бы не влияет на то, что он там нагревается. Однако он реагирует на определенные частоты, которые преобразуют его из жидкости в газ. При этом он резонирует звук. Этот процесс известен как трансмутация. И это песня... Звездная песня. То есть, если специфическую песенку сыграть, то он преобразуется из жидкости в газ. И поэтому... Необычно. А, ну понятно, надо было сперва активировать здесь, активировать вот этот рычажок. Ну, этот активируется по-простому. Он мелкий. И теперь штука эта должна открыться. Нормально. Угу. Мирианское хранилище. Надписи на мирианских хранилищах как будто маленькие мирианские ворота. Они используются, чтобы направлять поток люмина. И вся эта структура известна как часть люминского преобразования. Ну, нормально. Заходим. Так, цветочки. Что это? Звездные санхерб. Говорят, что боги вдыхали люмин, чтобы продлить их жизни. Это подтверждено наукой, ты знаешь. Это рассказало мне, как люминские растения, найденные в тысячах пиках, используют для различных медицинских целей. Понятненько. Еще один звездный цветочек. Так. Да. Надписи на этих вратах полностью уничтожены. Никакой возможности оттюнинговать звездную песню. То есть, ну, получилось то, что получилось. Ну, это те врата, которые были закрыты изначально. Так, ну и теперь мне две тысячи километров идти вверх, и тут прям святилище. И вот я вижу, видимо, подорожник. Кай, это место замечательное. Что, там есть древние духи? Видимо, вот эти летающие святушки. Хватит шутить. Скажи мне, что ты видишь? Нантоюка, Я не знаю, как это описать. Я вижу свет кругом. Это Люмин. Звучит так, что ты достиг самой глубокой части святилища. Так. Мирянский бог первичный. Гелиус. В мирянской мифологии Гелиус. Оставшийся звездная слуга, оставшийся от создания Игниса, когда Игнис создавал мир. С учетом, что он получил оставшиеся от Игниса силы, он второй буквально за Игнисом, бог из богов. То есть Игнис это самый-самый крутой, а потом он там начал создавать мир. Такая уж тут мифология. Ладненько. Эта Люминская пещера была открыта родинской семьей самыми ранними пионерами на тысячелетнем пике. Она с тех пор была как бы пожертвована для академического исследования. Нормально. наверняка всю самую ценную Люмин был забран, а осталось так, что осталось. Эта пещера сохранена в Люминской ассоциации. Раннерам советуются вести себя подобающе, то есть не качать нефть. Сказано, что тут цветочки, значит цветочки. Так, что здесь? Два орбиса, 10 циркум, 13 градусов. Наверное, это два года, там десятый месяц, тринадцатый день. Пусть и Гелиус, благословение Гелиуса будет на всех на вас. Эта надпись была здесь нанесена, чтобы отпраздновать его рождение. Окей. Значит, это Мирианское святилище. Ну, ладненько. Ну, что? Мурал. Наследники Гелиуса. Так, первый год, пятый месяц, третий день. Угу. Эта фреска показывает, как Гелиус отделился от Игниса в течение эонов, то есть вместе там жили-жили. И тогда, когда он услышал, что боги испытывали боль от их внутреннего пламени, он решил помочь им, используя люмининскую энергию. и спустился с небес. Любопытно. А потом все жахнуло, поэтому... Так, подорожник. Вот. Ты подорожник. Лира цесами. Люмининские растения обычно используются для медицинских целей. Большинство используются в военных ситуациях, ну, таких прям гастемальных ситуациях, когда надо раз втереть и сразу получить эффект. Некоторые даже обладают возможностью восстанавливать клеточные уроны. Неудивительно, что в мирянской мифологии есть бесчисленное количество историй о том, как они преследуют бессмертную жизнь. Ну да, есть и такие цветочки натираться каждый день. Кайт, ты слышишь меня? Успокойся, я слышу тебя. Я нашел его. Неплохо. Попытайся получить образец. Пещера хорошо сохранилась, то есть все-таки раннеры тут не разграбили по-полности. Ты в сердце этой пещеры, где люминит самый чистый, так что ты должен получить идеальную звездную песню. Не ту, чтобы там нашли грязную такую, а получше. Но лучше туда не заходи. Я не смогу помочь тебе и спасти тебя, если ты потеряешь сознание. Джун такой, ага, сейчас искупнусь. Ты же на корабле? Я не слышу звука от двигателя. Я на входе возле посадочного места. Сконцентрируйся на своей задаче. Ну, предположим, ты оправдался. Так, давай. Так, люминская пещера 819. Родин. Отлично, идеальная звездная песня. Волны на люминит дали рождение синеголубому лучу света. это доказательство того, что пещера довольно очень ценна. Ну, что же, звездная песня. О-о-о, что-то меня заштырило. Так, что это за... О-о-о, как интересно. Истории древнего прошлого. Очень понятно, но непонятно. Это было сознание люмина. Нужно быть аккуратным, чтобы меня не затянуло в эти воспоминания. а то... О, сидит и дыхает. Кайто, я возвращаюсь. Пошли обратно на корабль. А Кай сидит, отдыхает. Что-то недоговаривает. Ты слышишь меня? Что случилось с сигналом? Кайто! Да нормально все. Если он бы тебя услышал, громче орать не нужно. Это ты как бы встретила Кая? Я от него ничего не слышала. Подожди, что-то не так. Наша система только что получила сигнал тепловой от какого-то другого двигателя в зоне двигателя. Что ты мент? Нас обнаружили пираты какие-нибудь или просто охотники за головами? За нами же охотятся. И она имеет ввиду, что возможно за нами другой корабль. И возможно он не из тысячелетнего пика. Тепловой сигнал похож на твой корабль. здесь кто-то в пещере. А, те, кто бросили вот этот медальончик. Поэтому этот мужик сидит. Сейчас он встретит, там, не знаю, подорвется. Кайт, ты слышишь меня? Лидер должен оставаться спокойным, молодой мастер. как эту штуку выключить? И взял отключил. Ах, вот по-любому этот Кайт что-то запланировал пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти нас от океанских ноблов, которые тоже на эту пещеру выклились. Тихо и спокойно. Отключил рацию жулик. Как капитан умер? Рюминская война. Он был убит в хаосе битвы. Все 同じ. Один из мирового 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 не силу. Мы подозрим, это был кто-то из клана. Как обычно. В конце концов, он был седьмым сыном защитника. У них никогда не было слишком много власти. Что за политические игры, я не понимаю. Чтобы служить честному мужчине, неужели я многого прошу? Не най м. лучше не углубляться в эти вещи ты должен думать о том куда ты пойдешь дальше что не так с этим кланом и его бесконечными политическими играми я сомневаюсь что они протянут долго видимо седьмая семья которая голова помер капитан лучше тебе найти другой дом под которым ты можешь служить что насчет шестого сына он похоже выглядит нормальным после всего что капитан сделал ради нас как можешь ты его так обесчестивать а пойдем к другому пацану простись кай нет смысла говорить о чести когда наш хозяин мастер умер а кай не согласен божечки добрый люмен а вот это джун маленький что ты делаешь отпусти чей этот ребенок таян помоги он восьмой сын ты его не знаешь пойди прочь я устал от всех этих сыновей молодой джун покажи немножко доброты восьмой дом был рожден из крестьян и он был беззащитным когда они потеряли доброе расположение мастера когда мать умерла все в доме забросили ребенка теперь он приходит сюда каждый день чтобы поговорить с ней на кладбище видимо отпусти меня мистер не надо плакать я не плачу когда моя мать скончалась я не плакал потому что она сказала что ли клан никогда не должен плакать так что не плачь я позабочусь о тебе о чем этот пацан болтает я не болтаю я говорил о моей матери этот парень реально необычный почему бы тебе не служить ему только бессильные плачут я сказал я не плакал Тиян помоги мне не переживай потому что однажды я стану мастером клана и защищу тебя от угроз мог бы ты его забрать с собой зачем прекращать веселье эй парень кто тебя этому научил ты должен быть аскуратен когда ты говоришь такие слова мало ли кто их услышит моя мама эти слова сказала вот как и что она тебе сказала она сказала мне стать мастером клана чтобы я смог защищать других твоя мать хотела защищать других да она хотела защищать людей таких как она кто люди такие как она люди которые плачут люди которые бессильны люди такие как ты мистер я не плакал но нет кай ты плакал но я защищу тебя мать сказала настоящий лидер клана должен присматривать за всеми так что никто не должен страдать так как она я кай волан буду всегда твоим защитником молодой мастер они будут переживать ты знаешь за то что ты ушел оффлайн вот так вот покажи себя что откуда ты как будто телепортировался кто ты за местный злодей что за позор я думал ты знаешь что делать когда ты увидела мое предупреждение то есть медальон оно было как предупреждение типа не идите дальше это наша пещера а мы пошли не тратить свое время я никогда не предам его пока я здесь никто не сможет его коснуться вы двое довольно популярны даже уже в этом месте есть награды на вас уйди сейчас же и я позволю тебе жить зачем его защищаешь клан потерялся с пещеры из-за этого паренька то есть ты из моего клана но при этом предатель понятненько он рискнул своей жизнью чтобы сражаться за права за ваши права вы бесполезные ублюдки и он опозорил клан обругав императора возможно я смогу замолить прощение за его грехи если я предложу императору его голову нифига себе он оправдает себя когда он принесет больше пещер такой верный Кайволан восточно-океанский ассасин с нами разговаривает ух злодей но ты должен знать как мы расправляемся с изгнанными членами заткнись ваши тупые игры принесут конец нашему клану воу-воу-воу Кай Кай Райан еле шевелится что он может сделать Кай, пожалуйста, отвечай ну хотя бы датчик жизни есть но если датчик жизни внезапно оборвется ты слышишь меня Жизненные показатели Кая падают что-то не так так, ну-ка быстро побежали черт, что происходит неважно, бежим втерем по дорожнике он встанет прям из мертвых я не знаю так может быть с этой мега-крутой я смогу прям вот так так так, перфект идеальная песня тут настраивать не должно просто открывайся на ладно не работает так не работает бежим через пещеру через все это так, вниз давай, давай поторопись, Джун его жизненные показатели становятся нестабильными нехорошо Кая надо спасать давай, 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 давай мы потеряли его сигнал он был возле входа я уже здесь я уже почти пришел не надо мне говорить что там он помер почему здесь такой же корабль как Хуновский потому что предатель из клана Кай, ты слышишь меня? так, что это за нет, это никуда цветочки я могу взять ну, видимо даже если бы мог в момент неподходящий так, так ну где ты Кай он еще живет сэр давай, подорожник со мной втираем что случилось? просто подрался это ничего кто это сделал? офиге ли он ушел? или ты его загасил и он сбежал? в порядке все мы просто принесем себя обратно на корабль помедленней не касайся ран Эда Кай серьезно ранен нам нужна экстренная помощь как это случилось? я спускаюсь оставайтесь где вы сейчас уже слишком поздно слушай, Джун это был ассасин из клана возможно работает на третьего и пятого сына что? я прогнал его но тебе нужно присматривать будь внимательнее я не ожидал что они последуют за нами так далеко должно быть это из-за награды за голову добрый добрый люмен я уже даже видеть не могу не говори мы возвращаемся на корабль давай ты можешь идти да только давай помедленнее о он еще может двигаться давай какая подорожник есть просто это неприятно какой же защитник полагается на своего охранника прекращай говорить запомни Джун думай прежде чем действовать да конечно и никогда не забывай что ты сказал что ты защитишь нас от принеси обратно люмен и стань достойным кланом конечно так же хватит говорить кай так же я сказал не говори на ки кай лик лан никогда не должен плакать ух ты я это были твои слова да но при этом ты плачешь потому что я ничего не могу сделать а втереть подорожник было бы бессмысленно кай но эй проснись эх ух этот ассасин можно его грохнуть было бы неплохо злодии не говори ничего рэми эй я же не дура я могу понимать настроение так что случилось он не сказал возможно это были пираты а на самом деле это был ассасин из нашего же клана ну что за фигня может ты поможешь мне найти ближайшую станцию которая поможет запустить космическое погребение не слушай этому глупому просьбе насчет того чтобы послать дух обратно в восточный океан объединенная шахтерская корпорация запретила людям запуск этих капсул с тех пор как война закончилась должны быть места вне их контроля чтобы похоронить так как надо эдди ничего из этого твоя вина я знаю что я не виновата но это не значит что я частично не участвовал во всем этом тебе нужно прекращать вмешивать себя в другие в дела других людей два сообщения от Эда и от Рэми ну давай это моя вина я хочу сделать то что я могу что я могу чтобы помочь так что мы не будем возвращаться обратно гуи фанк фанал это печаль но тебе не нужно переживать из-за этой знати океанской а насчет этих медицинских растений которые ты нашла ты сможешь найти места где сможешь их продать награда все еще на ваших головах так что будь осторожна доктор ушел так Рэми заскриптована зашифрована Эдди полностью потеряла она хочет найти место где можно запустить космическое погребение Рэми похоже ты нужна мне так же как я нужна тебе вы все там реально уже фигню какую-то натворили не так ли давай же как вы ожидаете найти кого-то кто сможет запустить капсулу в космос когда у вас награды на голову не 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 найду возможно это знак что теперь пришло время для нас быть вместе вернись ко мне на мою сторону я покажу где можно похоронить где можно место это использовать твоя любовь бензель интель брокер ну торговец информацией и он короче так умри шутки в сторону ты серьезно любишь едини так ли хорошо я скажу тебе но тебе придется прийти ко мне чтобы выпить со мной окей отправляйся к известному шелковому оазису как бы черный базар это главная точка для мирианских игнесов гильдии не так должно быть далеко от вас парни там должен быть торговец по имени ламар но вам нужно быть осторожным они не такие дружелюбные как я ну все еще если ты скажешь насчет меня они должны помочь я же наиболее популярный парень в округе бензель и координаты на шелковый оазис я был действительно благодарен бензелю но я был молодым мне было тяжело принять это как изгнанника я не мог все сделать сам ладненько так сел квазис довольно далеко нам лучше бы заправиться ну и просто всякие разные ресурсы как говорится обнормальный сигнал ну видимо теперь мы в космосе так что можем лететь куда хотим координаты координаты а ну да координаты оазиса где-то там далеко ну ка посмотрим насколько они далеко 7 8 9 ага 10 специально у меня не хватает топлива чтобы отлететь чтобы я научился тут какие-то точечки тут какой-то обнормальный сигнал но это мы все полетим в другой раз я думаю на эту серию достаточно духовных травм я себе нанес кая похоронили ну не похоронили он погиб а похороны будут в следующий раз если вам понравилось поставьте лайк как терминатор который погружается в расплавленный металл так же и кай ушел как как герой как лучший телохранитель этого молодого мастера ну что ж надо не посрамить его и стать настоящим кланом лидера лидером клана который защищает невинных без всяких там ассасинов мерзких так что на этом я прощаюсь всем спасибо и пока пока